Внимательно вглядевшись даже в самый обычный детский рисунок, можно увидеть все то, что у ребенка на душе. Рисуя, дети используют особый невербальный язык, передавая всю палитру внутренних эмоций через палитру красок. Они изображают на бумаге не только то, что видят, но и то, что чувствуют. В психологии даже есть направление по трактовке картин, написанных детьми. Когда мы рисуем, мы испытываем разные чувства, такие как счастье, радость, грусть. Можно изобразить что-нибудь, то, что ты хочешь. И даже если ты, например, грустный, ты изобразишь грустную картину. Если ты веселый, то веселый. Каждая иллюстрация — это целая история, в которой ребенок изображает свой маленький мир. Здесь выражена, допустим, радость. Ребенок передал через улыбки, через яркость глаз. Здесь, допустим, ребенок показал снег, в холодном тоне здесь все написано, игра опять же. Но при этом чувствуется очень такое теплое настроение. Теплое настроение, да. В каждой работе какая-то фантазия, выражение чувств ребенка, его мысли. Вот все это отражается в его работах. Василина Александровна преподает уроки рисования детям дошкольного и школьного возраста. Как педагог она обучает их навыкам владения изобразительными инструментами, техникой рисования, помогает определиться с тематикой. Словом, наставник лишь только направляет своих подопечных, но никак не управляет процессом. Здесь юные художники могут быть ограничены только своим воображением и вдохновением. Больше всего мне нравится рисовать на тему семьи. Почему? Потому что семья – это как одно целое. Я люблю рисовать рисунки на 9 мая, на Новый год, на день рождения. На праздники, да? На праздники. Посетив занятия, мы как раз застали детей за подготовкой к выставке «Портрет солдата». Вот при работе над такой очень трепетной темой, да, как 9 мая, на что нужно в первую очередь обратить внимание детей? Если это День Победы, да, во-первых, мы раскрываем через яркие краски, салют, допустим, мы желтые применяем, красные, цвет огня, да. Если это военные какие-то, вот, допустим, Кирилл нарисовал военные детства, то здесь больше пороха, больше черных оттенков. Надо сказать, что при всей характерности заданной темы, каждый изобразил ее в своем индивидуальном видении. Здесь дети абсолютно свободны в своем самовыражении. В этом рисунке я выразила радость, что закончилась война, салюты, праздник. Я изразила военные действия, взрывы, грусть, жалость. Я еще не закончила, но всю эмоциональность я пытаюсь передать через глаза, грусть, то, что она пока на данный момент одинока, то, что нету мужа рядом. Я изобразила в этом картине военные действия, что человеки с парашютом вниз падают из самолета, кто-то стреляет, кто-то убегает. Я изобразила военного, который пришел из войны, и он пришел в свой дом, в свою семью, и все его поздравляли. Я в этом рисунке изобразила радость, то, что дедушка хотя бы один вернулся из войны. В этом рисунке то, что дети радуются, улыбки, то, что все его поздравляют, то, что он победил войну. Я бы этот рисунок назвала «Радость детей». Радость, тоску, страх и море других эмоций дети транслируют через свои произведения. Психологи утверждают, что художник, создавая картину, переносит на холст особый мир, так, как видит его только он сам. Занимаясь рисованием, человек становится смелым, уверенным в своих силах, любознательным и открытым. Вот художники, они видят красоту в простом. Вот, например, обычная, обычная картина, но художник видит на этой картине что-то особенное. Неоднократно доказано, что рисование хорошо влияет на детей, помогая развивать мелкую моторику. Творческое мышление, эстетический вкус, воображение и память, а также вырабатывает усидчивость. Кроме того, арт-терапия используется в коррекционных и лечебно-профилактических целях. Как это работает? В процессе творчества человек освобождается от напряжения, выплескивая все плохое на холст. Зачастую после такой терапии психологи советуют избавиться от рисунка, тем самым прогоняя негативные эмоции и стресс. Также при помощи рисования ребенок сможет воссоздать конфликтную ситуацию, проблемы и переживания, раскрыть те чувства, о которых даже не подозревают, избавиться от страхов и выяснить их первопричину. Дети, как и взрослые, подвергаются различным стрессам в школе, дома могут, да, а вот именно рисование через искусство, они отдыхают. Мы рисуем пальчиковым методом, ниткографией, различными приемами и техниками. Вот через эти игры ребенок и раскрывает свой талант. Говоря об организации занятий в ИЗО-студии, нужно отметить, что уроки сопровождаются различными развивающими играми. Дети на ура воспринимают данную методику. В перерыве наше занятие поиграем с вами. Итак, я сейчас даю один предмет для того, чтобы вы его почувствовали запах, а затем этот запах вы перенесете на лист бумаги. Итак, начинаем. Чингис, закрывай глаза. Не трогать. Пожалуйста. Все? Ты ощутил? Хорошо, следующий. Ты увидела в таком теплом цвете, да, в цветочном цвете. Хорошо. Кроме традиционного рисования, мы также используем и нетрадиционные техники. Это, допустим, роспись на перьях. Здесь также дети работают на яичных скорлупах. Также дети выполняют работы в технике папье-машень, создают очень прекрасные оригинальные работы в объеме. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, тем интенсивнее развиваются детские и художественные способности каждого ребенка. Любой художник, будь то любитель или же профессионал, ответит, что самое главное в рисовании – это практика. Чтобы научиться рисовать, нужно рисовать. Другого секрета нет. Многие новички бросают изобразительное искусство еще в самом начале пути. А зря. Рисованию можно научить. Это все-таки талант, который можно развить в ребенке. А можно ли заметить природные способности на первых занятиях? Можно. Можно заметить, да. Ребенок сразу раскрывается. Он чувствует цвет краски, ритм. Можно заметить, конечно, да. К примеру, у Адильжана в роду профессиональные художники. И вполне вероятно, что страсть к изобразительному искусству у него в крови. Я хожу на рисование, чтобы отточить свой талант. Это что осталось от дедушки. В моем семье есть спецхудожники. Я унаследовал от прадедушки, еще от отца. Я же, в свою очередь, всегда была далека от рисования. Но, как меня убедила Василина Александровна, в той или иной мере в каждом из нас есть творческое начало. Быть ли творческому развитию зависит лишь от желания и стремления. Так, полное вдохновение, на скорую руку я попыталась изобразить праздничный салют. Признаюсь, процесс настолько увлек меня, что я чуть было не забыла о регламенте съемок. Говорят, лучший способ выразить свою признательность художнику – это купить его картины. И, возможно, завтра кто-то из героев сегодняшней программы покорит мир профессионального изобразительного искусства, подобно Рембрандту и Пикассо. Между тем, задел у юных мастеров кисти весьма хороший. Работой наших детей участвуют в различных конкурсах, фестивалях. Вот недавно мы участвовали в конкурсе «Птичий перезвон» и заняли почетные призовые места. Согласитесь, что часто детский окружающий мир находит отражение не только на бумаге. Стены, мебель, руки и лицо становятся отличной поверхностью для создания произведений. В таких случаях попробуйте просто направить творческий порыв ребенка в нужное русло. Помните, никогда не поздно постигнуть азы рисования. И чтобы рисовать, не обязательно иметь под рукой профессиональный набор художника. Ведь художники только пользуются красками, а пишут чувствами.